Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Анны Ракаевой. Дорогие мои подписчицы, мои мамочки. Почему я говорю мамочки? Потому что сегодня видео будет, скорее всего, интересно как мамочкам, так и будущим мамочкам. Видео снимаю по запросу, потому что он все-таки был не один этот запрос. Запроса уже накопилось достаточно много, и, девочки, хорошо, я буду с вами делиться. Очень много вопросов, и как не стесняться своего акцента, и как жить со свекровью, чтобы ее не обидеть, и себе нервы сохранить. И как сделать так, чтобы ребенок не стал причиной ссор между родителями вашими, родителями мужа. И вам я все постепенно постараюсь. Я не скажу, что это будет все быстро, но я постараюсь вам все рассказать, так как это, в принципе, у меня. Девочки, тема сегодняшнего нашего видео – это отношения. Это не просто прикорм ребенка, а это отношения ваши со свекровью. Отношения взаимопонимания и отношения здравого смысла. Итак, ни для кого не секрет, что страны СНГ, и европейские страны, и Турция – это немножечко страны разные. Если мы сейчас будем говорить о конкретной ситуации, как девушка подписчица мне написала, что она хочет начать прикорм, но турецкие доктора рекомендуют не совсем то, что у нее есть в представлении. Турецкая свекровь говорит, ничего не переживай, давай все со стола потихонечку попробовать, как вы написали, обмакни пальчик в картошку, либо в какое-то другое блюдо, и дай ему попробовать. Для вас это немножечко дико, для вас это непонятно, я точно такая же была, мне тоже дико было непонятно, я никак не могла понять. Но они выросли, все турки на этом выросли, никаких специальных прикормов у них не было с кабачка, либо с этого, с эльма, с яблочко. То есть у них вот действительно вот так со стола все ваши мужья, ваши турецкие друзья, вот так их мамы, можно сказать, и начинали для них свой прикорм. Но мы-то к этому не привыкли, мы-то привыкли, что мы пришли к доктору, доктор нам сказал, так, Мария Ханым, вот вам список, этот список вы попробуете в течение двух неделек, попробуйте этот продукт, посмотрите реакцию, потом этот продукт, потом этот продукт, да, и вы привыкли, что вам дадут рекомендацию, с чего начать, и вы будете это делать. Вот, здесь немножко по-другому, я не скажу, что им все бошвар, нет, вы что, бошвар это все равно, нет, нельзя так сказать. У них просто другая чуть-чуть точка зрения в этом плане, другая, и в питании другая точка зрения, и в воспитании у них совсем другая точка зрения. Поэтому, если мы сейчас затронули тему питания, а мы будем сегодня говорить только о питании, давайте говорить о ней. Во-первых, вы мама, я говорю так, как было у меня, вы мама, и вы первая, кто должны принимать решение. И в вашей семье, и в вашей семье должны считаться с этим мнением, да, какая бы ни была ваша свекровь, властная, невластная, классная, хорошая, нехорошая, лезущая в вашу семью, и именно к вашему ребенку, а потому что для нее, как это ее тоже ребенок, вы должны показать, сказать, только не кричать, так, я мать, и все в вашу, нет, вы должны лояльно хотя бы попробовать это сделать. Ну, как было у меня, давайте вам немножко свою историю расскажу. У нас вначале с моей свекрови, как только появилась жасминка, у моей свекрови появилась чересчур опека над моей жасминкой. Она все хотела сама сделать, заметьте, я мама, она хотела все сделать сама, она знала, она хотела допаивать водичкой, я не допаивала водичкой до шести месяцев, потому что молоко, и так достаточно этого было. Она хотела уже дать ей покушать чуть ли не шоколад там с трех месяцев, то есть это было, да, это меня шутка выводила, еще у меня были гормоны, понятно, послеродовая, все это состояние. Я это, знаете, как говорится, мамочка, не надо, мамочка, ну я хочу сама, мамочка, ну это, Бурак, ну что-нибудь скажи, Бурак, это мой муж, а он говорит, ну что я ей скажу, она же мама, она тоже хочет, она тоже любит, и вот я, знаете, я так маялась, я так маялась, я так маялась, 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 пока не домаялась, вам скажу, что не отстояла я права, чтобы соску сосал, я такая добрая, пушистая, короче, а можно ведь было по-другому, но я терпела, можно сказать, до 7 месяцев, до 7 месяцев, пока там уже конкретно я в 5 месяцев начала прикорм, я никого не слушала, я слушала только себя, я сказала, так, мы очень ссорились со свекровью, очень сильно, ну не то, что скандалили, но мы ссорились порой от того, что я ее водила, потому что я совсем другого противоположного мнения, и с кабачками, и с яблочками, и по плану, как надо, в интернете очень много есть списков прикорма, и даже если нету брокколи, можно это заменить другими продуктами, сезонными, если вот вы говорите, нету кашек в Турции, есть каши в Турции, есть, но не может быть другого качества, я заказывала с Украины, как же эта каша называется, девочки, кто мне привозил кашу, каши детские, о-о-о, забыла, как это называется, я заказывала с Украины кашки, с России кашки, девчонки, которые приезжали, то есть каши, хотя моя сикровь была против этого, она уже сразу хотела свои каши ей варить и давать уже прям чуть ли не в 6-7 месяцев, «Да, мы скандалили, а почему из-за меня? Потому что я с самого ее рождения Жасминкиной не сказала, дорогая моя семья, мои любимые, я мама, и разрешите мне быть мамой, разрешите мне принимать решение, разрешите мне принимать решение, как я буду кормить ребенка, чем я буду кормить ребенка, Вы все даете мне советы, прекрасно, я их могу послушать и сделать свой вывод. Но я этого не сделала и терпела до 7 месяцев, потому что было непонятно. Свою свекровь со стороны я тоже могу понять. Но она смотрит, ну молодая невестка, ну у нее первый ребенок, ну она глупышка, ничего не знает, ну она читала с того интернета, а в интернете там бог знает, чего может написано. Ну я должна ей помочь, и она как мама, как мама и моя, как свекровь мама, и как мама еще и ребенка, она у нее тройная ответственность, у нее вообще стройные, как говорится, задачи и стройные стандарты. Ей надо все-все и сразу было. И то, что это, ой, мамочка, нет и другое, она меня не слышала, потому что, да, что ты там знаешь, это первый ребенок, ты ничего не знаешь, поэтому сиди и молчи, а я мама, я воспитала уже двоих сыновей, и все. Но вы же думаете не так? Вы же, когда принимаете решение, это ваш малыш, и вы читаете, вы смотрите, вы сами принимаете решение, вы хотите давать этот кабачок или это яблочко, или вы хотите, как свекровь говорит, со стола пальчиками давать ему пробовать, понимаете? То есть вы принимаете решение, если ваше решение нет, значит ваше решение нет, и они должны его уважать. А второй вопрос, как они должны его уважать, это уже все зависит от вас. Значит, вам нужно поговорить, вам нужно рассказать, как я это сделала, конечно, в 7 месяцев. После 7 месяцев я собрала семейный совет и сказала, дорогие мои родители, а конкретно мама, я ценю вашу заботу, я ценю то, что вы помогаете, мне помогаете, а это нам не мешает на самом деле. Потому что я не могу раскрыться, как мама, я не могу не спать, уложить ребенка, потому что я хочу сделать ему режим, она его возьмет, будет носиться с ним, кувыркаться, чем-то кормить, а я до этого его уже кормила, короче, вы понимаете, вот такой бардак, потому что у вас одна система, у вашей свекрови вторая система, или у вашей мамы еще вторая система, третья система, и получается бардак, и страдаете от этого вы. Вы страдаете от того, что, боже, вы чувствуете свою неполноценность, у вашего ребенка нет режима, вы не знаете, доедает он, не доедает, от чего он кричит, и вообще вы не досыпаете, что происходит. Все, стоп, принимайте решение, я решаю. Если вы готовы принимать решение, отвечайте за них. Моя свекрова не поняла этого, когда я сказала, она подумала, что я вообще не хочу от нее помощи, понимаете, вообще, вот она немножко даже на меня обиделась, когда я сказала, что я мама, я сама хочу. Она меня оставила на целый месяц, помню, я подумала, да, в Украину там уехала, она на меня обижалась до года, действительно, ну как на меня обижалась, не на внучку. Обижалась, как это так, я отвергла ее, говорю, мама, я не отвергла вас. Но после дня рождения, после годика жасминки, когда я сама тоже и праздник устроила, она не захотела совсем ни в чем, ни в чем помогать. Когда я сама все устроила с мужем, своими силами, она начала задумываться над другим. А реально они могут все сделать сами и без меня? Да, но это понадобилось время, реально они могут все делать сами и без меня. А я бабушка. Вот она приняла это решение. До нее дошло, что она бабушка, она не мама этого малыша, а она всего лишь бабушка. И вы будете решать, вам решать, как маме, как поступать, чем кормить. Жасминку я кормила, как мне советовал педиатр в Украине. У меня книжечка была, если хотите, конкретно, мама, если вы хотите, я могу вам скинуть эту книжечку прикорма в директ, в инстаграм. Кому надо, могу написать название внизу под видео. То есть это сейчас настолько просто, и вас не должно смущать, что есть какой-то продукт или нет какого-то продукта. Все спокойно можно решить, только вы будете решать. А если такая ситуация, в моей жасминке 5 месяцев, со стола дают ей огурец пробовать. Это первый в жизни ее огурец. У нее ни зубов нету, ничего нету. Дают пробовать. Вы кричите, не давайте, подождите, там она чуть ли... Успокойтесь, спокойно себя чувствуйте. Спокойно себя чувствуйте. Ну, такой ситуации не должно происходить, понимаете вы? Потому что вы должны поставить сразу себя в приоритете. Там, Ань, можно я дам попробовать? У нас потом все так и было. Ну, уже, конечно, самый такой важный период уже, конечно, прошел. Потом все можно было потихонечку. И до сих пор меня спрашивают. До сих пор жасминки уже скоро будет 2, 22 июля. Свекровь меня спрашивает. Свекровь узнает режим жасминки. Да, она иногда может промахнуться в полчаса, либо задержаться на прогулке с ней, либо еще что-то. Вот, но, но, но она знает, что я мама, и я буду решать. Ей спать сейчас, ей спать потом, ей сейчас давать суп, или ей давать кашу, либо ей давать салат, или ей давать котлеты. То есть мне решать, понятно? И она бесспорно, бесповоротно делает, что я говорю. Это была тема еды. Итак, подводим итог нашего 15-минутного видео. Первое. Вы должны собрать свою семью, не просто тет на тет с фигурой, а в семье, сказать, кто в доме мама. Второе. Вы должны сказать, что вы не отказываетесь от помощи, вы с удовольствием принимаете помощь. Но помощь, да, а не действие без вашего разрешения. Третье. Спокойствие. Итога спокойствия. Да? Я свекровь люблю, уважаю. Спасибо, мама, за то, что вы есть. Но я мама. Мои дорогие девочки, спасибо вам большое за такие прекрасные темы. Я буду дальше для вас снимать, делиться опытом. Думаю, видео вам было полезно. Делитесь своими историями, как было это у вас. И увидимся в следующем видео, в котором я расскажу вам образование ребенка, раннее развитие. Пока-пока.